Здравствуйте! Сегодня поговорим на тему, имеющую достаточно низкую практическую значимость «Как запасти влагу в стенах». Рабочее название у этой темы, однако, было другим. Когда я начинал её прорабатывать, она звучала так. Гипс как буфер влажности не работает, потому что лично для меня это было большим открытием. И я хотел донести информацию именно о гипсе, но потом понял, что информация получается шире, объёмнее и интереснее. Итак, субъективная предпосылка к теме. Я стал искать материалы, позволившие бы мне обосновать пользу гипсовых штукатурок для регулирования влажности в помещениях. И в числе прочей разной литературы наткнулся на статью с названием «Регуляция микроклимата помещения материалами на основе гипса». Статья 2007 года, сделана по заказу группы компании «Уралгипс», разработана, написана в основном в «Нейстрой физики». И вот. Статья, на самом деле, очень хорошая. Она обосновывает, почему наливные полы на основе гипсового вяжущего предпочтительней, чем наливные полы на основе цемента. Потому что у гипсовых полов меньше теплоусвоения. А меньше теплоусвоения, значит, такие полы комфортные. Однако в той же статье, в первой же таблице, были приведены следующие данные. Сорбционная влажность в процентах по весу при температуре около 20 относительной влажности воздуха туда-сюда. И отсюда. Две циферки подсвечены жирным. Видите? Я вдруг, вот для меня шок прямо, увидел, что сорбционная влагоемкость гипса, сорбционная влажность, в два раза ниже массовая, чем у тяжелого бетона, у железобетона. А, соответственно, объемная в четыре раза. И это получается, что обычная железобетонная стена, которую мы рассматривали в бытовом сознании как нечто инертное по отношению к влаге, сорбирует в четыре раза больше влаги на единицу объема, чем гипс. И все. Как бы вот с этого момента некоторое время еще подумал, поудивлялся. Понаводил справки. Оказалось, что эти величины действительно таковы, что гипс не является сорбентом. Равно как и перлит, что тоже для меня было большим удивлением. Тоже обладает очень небольшой влагоемкостью в килограммах на кубический метр. В килограммах на килограмм у него довольно большая сорбционная активность, но в килограммах на куб маленькая. Поэтому то, что я рассказывал, кстати, что перлитовые засыпки будут сильно мокнуть и ухудшать свои свойства в слоистых кладках, я, похоже, что был неправ. Похоже, что перлитовые засыпки будут себя чувствовать в толще слоистых кладок достаточно хорошо. Пойдем дальше. Дальше спасибо лучшей дискуссионной площадке в теме малоэтажного строительства Форум Хаосу. Там я наткнулся на комментарий, на пост товарища А. Ботнева, которому он привел ссылку на прекрасную статью. Буферизация влажности с сорбирующими материалами в стенах и объектах, предметах. В статье были перечислены разные материалы, но я сделаю спойлер с выводами. Сразу дам. Буферизация относительной влажности стенами и интерьером. И оказывается, что лучшими материалами, обладающими максимальной именно буферной способностью, буферной емкостью, это не тождественно сорбционной влажностью. Так вот, материалы с лучшей буферной емкостью являются спилы древесных стволов. То есть, дерево строго поперек волокон. Затем идет глина с отрывом. Затем шерсть. В музеях используются и в квартирах. Шерстяные ковры, гобелены и так далее. Глина именно сырая глина. Дальше идет газобетон. Первый из стеновых материалов. Следом за газобетоном идут гипс. Панели и штукатурка чуть по-разному себя ведут. Затем доски, то есть дерево вдоль волокон, оно отстает по способности регулировать микроклимат помещения от газобетона в три раза. Ну, не микроклимат, а именно буферизировать влажность. Для меня это было большим личным открытием, которым спешу поделиться с вами. Затем идет кирпич с отрывом от газобетона в четыре раза и известковый раствор, там штукатурка в шесть раз. Ну, обоснуем эти цифры. Перескажу статью. Перескажу сокращенно, упрощенно, но для тех, кому интересно, ссылка в описании к видео. Итак, влагоемкость материала, то есть то, что мы называем сорбционной влажностью. Там приводится немножко не та сорбционная влажность, которую мы вычисляем, помещая высушенный материал в среду с 97% влажностью и проверяя его сорбцию в этих условиях. Нет, здесь взят отрезок, грубо от 40 до 60% влажности. И значение сорбции в нем экстраполировано на весь диапазон от 0 до 100. Это, строго говоря, не так, но нас-то интересует способность буферизовать влажность в диапазоне комфортных относительных влажностей воздуха. Да, этот диапазон невелик, от 40 до 60%. Ну, худо-бедно, от 30 до 60%. Все, дальше выходить не стоит, дальше некомфортно. Поэтому вот в этом небольшом диапазоне сорбционная влажность была исследована и записана. И мы видим, что глина с большим отрывом. Там использовалась легкая глиняная штукатурка с перлитом. Перлит в качестве армирующего заполнителя и структуры помогателя, который, собственно, уменьшает, повышает удобононосимость и, что важно, уменьшает усадку. Использованный здесь раствор имеет усадку 8%. Для меня величина тоже достаточно шокирующая. Глина усаживается на 8%, вся покрывается трещинами, глиняная штукатурка. И только после этого ее можно слегка прошпаклевать. С тем, чтобы закрыть трещины. Дальше. Дерево строго поперек волокон. Дальше. Газобетон. С большим отрывом от дерева, как видите по графику. И затем идут скопом практически ничего не сорбирующие в килограммах на кубический метр. Заметьте, не килограмм на килограмм, а килограмм на кубометр. Идут шерсть, гипсовые материалы, кирпич и звездковый раствор. Затем паропроницаемость. Ну, тоже. Была изучена не во всем диапазоне, а строго при переходе влажности от 75 к 50%. Поскольку нас интересует примерно этот диапазон. Материалы опять выстроились в своей последовательности. Пожалуйста, вся последовательность видна. Дальше. На основе первых двух значений была вычислена активная глубина материала. Или толщина слоя активных колебаний влажности. Толщина динамического слоя. Как угодно можно назвать эту величину. Статья названа активной глубиной. Это слой суточных слева в диаграммке. Либо годовых справа в диаграммке колебаний. Толщина слоя. Но нам интересно, что. Известковый раствор больше всех позволяет. Не считая шерсти. Затем идет гипсовая штукатурка. Керамический кирпич. Гипсовые панели. Ячейстый бетон. В общем, перечисления понятны. Циферки можно посмотреть, приняв во внимание, что шкала разделена на 20 ячеек. Логика расчета, по которой вычислялась буферная емкость материалов. Берем влагоемкость, сорбционную влажность. Берем коэффициент паропроницаемости, паропроницаемость материала. И вычисляем активную глубину слоя. Затем берем активную глубину слоя и влагоемкость. И вычисляем на их основе количество доступной воды. В общем, достаточно простой расчет формулы в тексте статьи. Вывод. Что получаем? Емкость буфера. Доступная вода в граммах на квадратный метр поверхности. При достаточной толщине слоя. Итак. Вне всякой конкуренции дерево. Но только торцевые спилы, а не доска. То есть только строго поперек волокон. Если захотите интерьер украсить пеньками срезанными узкими пластинами, тогда буфер сможете создать. Если не захотите, не сможете. Затем идет глина с большим отрывом. А затем идет газобетон. Материал с самой высокой буферной емкостью из всех существующих на реальном рынке стеновых материалов и отделочных. Это меня повергло в состояние, которым я делюсь с вами. Затем после газобетона идет гипс. Отставание в два раза дерево. Отставание в три раза дерево доска. То есть, собственно, то, чем у нас отделываются интерьеры, если уж мы их отделываем. Обшили вагонкой. Она у меня влажность регулирует. Нет, дружище. Газобетон у тебя, который за этой вагонкой влажность регулирует. А вагонка так, для красоты и для запаха. Поскольку дерево пахнет там и уксусной кислотой, и терпены выделяет. Затем идет кирпич. Четыре раза отставание от газобетона. И потом известковый раствор. Вот такие краткие выводы. Удивительные для меня. Ну и общее следствие. Соответственно, система в принципе работает. Показано моделирование ее математической и в климатической камере. Четырехсуточный цикл в среднем сегменте взят. Показано, что вполне себе буферизует. Сиреневая синусоида. Это что было с влажностью без наличия буфера. И красная линия. Это влажность воздуха при наличии глиняного буфера. Глиняный буфер это четырехсантиметровый слой штукатурки. Дальше в числе общих следствий. Кратность воздухообмена очень влияет на способность стен поддерживать микроклимат. Если у нас воздухообмен, кратность один раз в час, и если поступающий воздух уже подогретый имеет влажность 20%, тогда буферной емкости стены, какой чуть ниже, хватит на неделю, грубо говоря, до падения ниже комфортных значений, ниже 30%. Если кратность воздухообмена 0,5 в час, хватит недели на две до комфортного состояния, чуть-чуть дольше. Если кратность воздухообмена уменьшит до 1,1 в час, то мы в комфортном состоянии протянем неограниченно долго месяцами. Однако в расчет принималась комната, огражденная стенами из 40 сантиметров глинобита. Здесь легкого глиняного раствора, глиноперлитного, но по сути тот же глинобит. Если слои материалов меньше, их способность длительное время поддерживать влажность сильно уменьшится. Поэтому практические следствия. Если вы строите ни музей, ни шубохранилище, заморачиваться на 40 сантиметров глинобита, на мой взгляд, не стоит. Если вы строите музей или хранилище, шуб, себя любимого, чего угодно, дешевле и, вероятно, даже надежней, будет установить здание и систему поддержания климата, чем заморачиваться на толстый глинобит или на торцевые деревяшки. Торцевые деревяшки, кстати, может быть и недорого, если у вас солнцепилочка. Третье. Если вам просто интересно заморочиться темой поддержания микроклимата, стройте стены из газобетона и закрывайте их тонким слоем гипсовых или цементных штукатурок. Слой штукатурки в пределах 5 мм не окажет существенного влияния на способность к влагообмену стены, поскольку штукатурки имеют очень быструю способность пропускать пары через себя. Четвертое. Если вам важно заморочиться темой теплоаккумуляции, делайте толстые бетонные полы. Дело в том, что полы, которые мы подогреваем трубами теплого пола, имеют температуру в среднем выше воздуха в помещении от 4 до 10 градусов, в зависимости от теплоотдачи помещения, в зависимости от теплоотдачи полов, в зависимости от ряда характеристик. И вот эти лишние градусы позволяют в случае отключения питания отдавать тепло в воздух комнаты без падения температуры ниже комфортного уровня. В стенах этого запаса нет. В стенах их температура, пусть даже строго соответствует температуре воздуха в комнате, соответственно, они начнут теплоотдачу в помещении только после того, как температура в помещении снизится. Поэтому полы в этом отношении значительно энергоемче, в том плане, что на стадии комфортного пребывания в помещении могут отдать значительно больше тепла на единицу массы. Однако в некоторых случаях можно отказаться и от регулирующего влажность газобетона в пользу запасающего тепло плотного силиката, бетона или керамики. Именно в такой последовательности по мере убывания их плотностей. Общие резюме по сегодняшнему докладу. Если для вас важна пассивность влажностного комфорта, мы можем спроектировать для вас здание с одно-двухнедельным запасом влаги в стенах. Глиноперлитовых штукатурок на рынке нет, поэтому за основу мы возьмем газобетон. Если для вас не важна пассивность влажностного комфорта, то вы получите ее бонусом к дому, построенному по нашему проекту. Если стены не закроете толстыми слоями штукатурок или облицовок. Поэтому спасибо за внимание и добро пожаловать к нам за проектами домов, в которых мы в принципе можем учесть и ту ерунду, о которой я рассказывал сегодня. По умолчанию мы, конечно, буферизацией влажности специально не занимаемся. Заявки оставляйте в форме на сайте. Еще раз спасибо за внимание, всего хорошего, до новых встреч!